Девушки отдыхают Слушайте, мужики, вот вы гоните, а, оба! Черепанов, ты че молчишь? Тоже считаешь, мне надо пойти извиниться, да? Ну да. Вон, бери пример Жанки А она тут при чем? Ну как при чем? Она же за ум взялась. Может, и тебе стоит задуматься? Ну да, может, вы и правы. Характер, конечно, у меня не сахар. Слушайте, я вот до сих пор не понимаю, как Жанка все мои вакедоны терпела? Ну да, гнобил ты ее не по-детски Да, ну вот, знаешь, хорошо, что она очень упертая оказалась А я, кстати, вот совсем недавно заметил, что настоящая Жанка, она очень даже ничего И поет она офигенно. И я, кстати, песню написал ей А ну-ка с этого места поподробнее Слушай, быстро ты у нас переключился. Значит, прощай, Лера, здравствуй, Жанна Да отвали ты, а! Давай, давай, Мик, колись Ну, мужики, ну я просто подумал, ну если человек тебе по-хорошему, ну че нос-то воротить, правильно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После дождя будет радуга После заката рассвет После зимы будет радовать Летний и жизненный свет Игорюка, может, ты не пойдешь сегодня на работу, а? Скоро, что заболел. Проведем целый день вместе. Полиночка, милая, ну как я не пойду на работу? У меня такой завал там, ремонт идет полным ходом, дискотека, тем более сегодня вечером. Ну, дел много, ну правда. Слушай, давай я пойду вместе с тобой и вам помогу. Чем? Стены будешь штукатурить? Ну, не знаю. Просто хочу быть рядом с тобой. Леночка, ну, милая, я понимаю, тебе скучно дома, но у меня работа, дела, надо. Ну, хорошо. На дискотеку мне хотя бы можно прийти? Ну, конечно, можно. Ты не обижаешься жены? Ну, если кое-кто меня поцелует. Кто? Ладно, не обижаюсь. На самом деле, ты прав, потому что мне еще нужно все здесь разобрать, привести в божеский вид, еще ужин приготовить. Так что скучать времени не будет. Вот и хорошо. Тогда до вечера. Да, давно хотел спросить, как там поживает твой новый ухажер? А, Черепанов? Да вроде нормально. А саду снял или продолжает добиваться твоей благосклонности? Нет, успокоился. Ну, ему, по ходу, нужны были стихи для песни, а все остальное я сама себе придумала. Я надеюсь, ты не расстроилась? Мам, ну, нет, конечно. Мне Ваня вообще никогда не нравился. И меня его внимание всегда напрягало. Да, к сожалению, так часто бывает. Нас любят люди, которые нам совершенно безразличны. А те, кто нам по-настоящему дорог, не обращают на нас почему-то никакого внимания. Представляешь, его прямо из школы забрали на скорой. Да? А что случилось? Ну, я не знаю. Дядя Петя говорит, что врачи ничего не сказали. Бедный, бедненький Евгений Валентинович. Лежит там один-одинешенек. А вдруг он умирает? Галь, ты чего? Он же молодой. Куда ему умирать? Ну, да. Молодой, красивый, умный. Такие в первую очередь и уходят от нас. Галя, ты несешь полный бред. Успокойся, пожалуйста. Все будет нормально с твоим Марковым. С моим Марковым? Что же я сижу? Надо к нему в больницу сходить. Галя, даже и не думай. А что здесь такого? Я же не одна пойду, я позову всех ребят. Мы сходим к нему. Все-таки он наш классный руководитель. Борзова сразу же все поймет. Вылетишь из школы в два счета. Ну, а что ты выдумываешь? Я не знаю. Мы просто его пойдем проведать. Что здесь такого? Галя, ты должна сейчас Маркова за три километра обходить. Или вернешься обратно в свои нижние сростки. Или сростки какой. Да и что это такое рань? Мне нужно с Лерой поговорить. Она дома? Нет. Я понятия не имею, где она ходит. Мне она, знаешь, не докладывает. А ты по какому вопросам? Да так, нужно внести ясность. Подожди. А Лера что, не в теме? Вот это новость. Игорь все ей рассказал. И про квартиру, и про то, что мы будем жить вместе. Ого. Значит, Лерочку все-таки умыли, да? Наконец-таки на моей улице будет праздник. Ты, Зеленова, не промах. Спасибо, конечно, но я все-таки переживаю. Знаешь, вот этой Лерке не так уж просто отвязаться. Ой, ну мне это можешь не рассказывать. Я тут от нее такого натерпелась. Да. Конечно же, с такой сестренкой не сахар. Ну, ладно жить. Она мне чуть личной жизни не испортила. Не разрешала мне жениха в гости приглашать. Сочувствую. Я тут такого натерпела, что вспоминать страшно. Ну, ничего. Все равно все получилось так, как я хотела. И мы с Глебом подали заявление. Через месяц распишемся. Ты что, входишь замуж? Да. Поздравляю. Жанночка, привет. Привет. А у меня для тебя есть сюрприз. Песня? Как я обещала, да? Ну, почти. Но ты все равно не догадаешься. Я ему дни хотя бы. Все, все, успокойся. Ну, сейчас увидишь. Хорошо. Добрый день. Садитесь, садитесь. Так. Значит так, ребят. У нас с вами сегодня заканчивается тема страны Европы. Я предлагаю провести такой обобщающий урок. Да, Миш, у тебя вопросы? Да. Калерия Викторовна, я тут вам недавно наговорил всякого. Вот. И хотел бы попросить прощения. Извините меня, пожалуйста. Ну, что ж. Мне очень приятно, что ты это сказал. Как говорят, признание своих ошибок говорит о зрелости ума. Ну, ладно. Считай, что мое прощение у тебя уже есть. Тема закрыта. Договорились? Конечно. Спасибо. Давайте вернемся к уроку. Значит так, я предлагаю проверить ваше знание с помощью игры. Давайте разделимся по рядам на две команды. И, соответственно, та команда, которая наберет большее количество баллов, получает приз. Да. Приз путеводителей по странам Европы. О! Итак, ну что, вы готовы? Да. Приступим, да? Натя, как ты думаешь, ты сейчас Лера? Хочешь, понять не имею. По мне, я думала, что она вообще больше не появлялась. Я только рада буду. Да. Натя, можно тебя попросить? Ты не говори Игорю, что Лера сегодня дома начнет вау, ладно? А тебе-то что? Ну, сама подумай. Он начнет ей звонить, искать. А мне оно надо. Я хочу, чтобы он вообще о ней забыл. Ну, ты уж меня извини, конечно, но у тебя это вряд ли получится. Все мне получится, если ты мне поможешь. Вот что. Если он тебя спросит, то скажи, что она заболела. Ты что, с ума сошла? Ну, он тогда точно сразу побежит ее проведать. Да, ты права. Тогда знаешь что? Скажи, что она не хочет его видеть. Вот, это уже лучше. Она еще на него дико зла, на порог дома его не пустит, ну и все такое. Да. И скажи, чтобы он ей не звонил, потому что разговаривать они с ним тоже не собираются. С удовольствием. Ты сегодня в кафе, кстати, придешь? Да, приду, но позже, меня Игорь на дискотеку позвал. Ну что, мы договорились? Да ты не волнуйся, у меня с сестренкой давние счеты, так что сделаю все в лучшем виде. Людмила Федоровна, если я не ошибаюсь, у вас сейчас урок в одиннадцатом А? Да, совершенно верно. Будьте добры, передайте ребятам, что и сегодня урока вокала не будет. Валерия Андреевна нет. И ученики многие болеют. Что же, у нас в школе эпидемия? Да нет, Лера здорова, она просто взяла отгул. Кажется, у нее что-то личное. Да. Значит, и сегодня у нас учителя будут не в полном составе. И что прикажете делать с учебным планом? Может быть, я проведу дополнительный урок? Мирослав Николаевич, мы вами и так заменили два урока химии. И вы, простите, тоже не железный. Маргарита Дмитриевна, какие новости у нас от Маркова? Я не знаю, кажется, все в порядке. Да? Ну, тогда, пожалуйста, передайте, что мы ему желаем скорейшего выздоровления. Это вы мне? Ну, вообще-то, я не планировала его навещать. У меня очень много работы. Действительно. Ну, если хотите, я готова вам помочь. Да нет, спасибо. Мне надо проверить индивидуальные планы учеников. Боюсь, что здесь вы мне не помощник. Ну, тогда, если у вас будет завтра время, пожалуйста, навестите Маркова. Людмила Федоровна, давайте договоримся, что, когда у меня будет возможность, я обязательно проведаю Евгения Валентиновича. Дамы, это не такая большая проблема. Хотите, я сам съезжу в больницу, проведаю. Итак, последний вопрос. Страна, которая получила экономическую самостоятельность благодаря туризму и выпуску почтовых марков. В Сан-Марина. Ну, я поздравляю, ваша команда победила. Получайте свои призы. Держите. Ну, я надеюсь, остальным-то урок тоже понравился? Да, спасибо, Калерия Викторовна. Ну, хорошо. Ну, все, все свободны. Пока. Ты такой молодец. Я в шоке. Ну, и что, тебе понравился подарок, а? Ну, конечно, новой песней было бы тоже неплохо, но это замечательный сюрприз. Ну, ты знаешь, на самом деле, у меня есть для тебя еще один подарок. Жанна? Жанна, ты здесь? Да, у меня есть одно дело. Извини, пожалуйста. Ну, ладно. Какой смысл переживать? Звоню отцу сама. Ну, я ему звонила. У него телефон недоступен. Я не знаю, ну, может быть, с ним что-то случилось. Ну, да ладно. Наверняка тупо телефон сломал. А если, а если его ограбили? И телефон отняли? Ну, даже не думаю. Я не знаю, что делать? А может быть, ему по электронной почте письмо написать? Ну, хуже не будет. Давай там в библиотеку. Потом срочно в кафе. Буцелла спросила пораньше подойти. Алло. Алло. Да. А, да, хорошо. Ну, все. Пока. Да. Пока. Извини, Сень, но у меня дела. Срочно. Так что случилось? Кто звонил? Это мама. Она попросила срочно подъехать и помочь ей. Ну, так давай я с тобой вдруг что-нибудь серьезное. Да нет. Там сумки просто тяжелые. И мы вдвоем справимся. Ну, ладно. Погоди. Ты же говорила, что у мамы сегодня первая смена. Ну, да. Она с работы прям позвонила и попросила прям к ней туда подъехать. Вот. Ну, давай. И что это такое? Сидишь, весь урок молчишь. Опять о Маркове думаешь? Ну, что ты кричишь? Да, по-моему, ты действительно в него влюбилась. Жан, ты не представляешь, как мне плохо? Я же ничего не знаю. Как он? Что с ним? Вдруг ему помощь нужна. Ладно, иди в свою больницу. Как? А Борзова? Я все придумала. Смотри, я же староста класса. И это входит в мои обязанности. Мы с тобой вдвоем пойдем, но якобы от всего класса. И никто даже не придерется. Огромно тебе спасибо, Жанночка. Ты настоящий друг. Ваня, я тут подумал. Твои идеи насчет взлома сайтов, ну, бред, конечно, но попробовать можно. Ну, наконец-то, что? С утра башка лучше варить? Ну, тихо того. Кстати, я в Австралию решил поехать. Понимаю тебя, мужик. Девочка красивая. Покажешь фотографию? Посмотрим. Если честно, это она меня убедила. Вчера полночи болтали, тут в конце она такая. Как бы я хотел, чтобы ты ко мне приехал. Прикинь? Ты завидую я тебе, Ром. Австралия такая красивая. Я по телеку иду. Ну, что возьмешь путеводитель у калерии вперед. Пошли дела обсуждать. Жанна, ну, наконец-то. Слушай, ну, я тебя жду. Ну, что, пошли в вахтовый зал, пока он свободен. У меня для тебя есть еще один сюрприз. Да? Угу. Блин, Миш, я сейчас не могу. Прости, пожалуйста, у меня срочное дело. Жанна, ну, брось. Мы же договаривались порепетировать. Я кое-что набросал. Хотел, чтобы ты послушала. Ну, ну, мне просто очень нужно уйти. Ну, ты можешь сказать, в чем дело-то хоть? Да я не могу. Это тайно. Я пообещала, что никому не скажу. Давай вечером увидимся. Вечером мы в кафе играем. Ну, после дискотеки. Ну, ладно, хорошо. Только не сердись, хорошо? Хорошо, хорошо. Девушка, куда это вы так спешите? Ой, мам, ты представляешь, я никак не могу привыкнуть, что ты в школе работаешь. А я тебя искала. У меня предложение. Давай сегодня вечером пирог испечем. Я такой рецепт нашла. Пальчики оближешь. Мамочка, извини, но у меня на сегодня другие планы. Да? Может, отменишь, а? Ну, так, может, тебе надо рассказать? Представляешь, у меня сегодня на уроке такой случай был интересный. Одна девчина. Мам, давай завтра поговорим, ладно? Я просто сегодня хочу пойти на дискотеку. Ну, там наши ребята снова выступают. А мне в прошлый раз так понравилось. Ну, понятно. Вернешься поздно, я могу тебя не ждать. Мамочка, ты меня самая понимающая на свете. Ну, ладно, я побежала. Давай, пока. Давай, пока. В общем, про Леру ты можешь забыть. Она тебя никогда не простит. Слушай, давай я сам буду решать, что мне делать. Конечно, сам. Я так просто по старой дружбе. И вообще, я не понимаю, зачем ты за это замокрышкой бегаешь. То ли дело Полины Зеленова. Эх, такая жена… Надь, закрой свой рот. И Леру увидишь. Передай ей, пожалуйста, что я поговорить с ней хочу. Нет. Ну, сколько тебе можно объяснять? Ты ее совсем не жалеешь. Не понял. Ты вообще ничего не понимаешь? Ты же ее бросил. И, между прочим, выбрал Зеленову. Нет, я тебя, конечно, не осуждаю. Даже наоборот. Я никого не выбирал. Это как понимать? Да никак. Чего ты там про Леру говорила? Хватит ее мучить. Вы расстались, пойми это. К чему вот эти вот все встречи, разговоры? Только чтобы сделать ей больнее. Да и, в конце концов, прийти в себя. Пап, я ничего не понимаю. Почему нельзя было сказать Арсению правду? Тоня, ты что, все забыла? Ты же обещала никому ничего не говорить. Никто не должен знать, что мы делаем ставки. Я не забыла. Ну, почему ему нельзя было сказать о том, что я с тобой встречаюсь? Просто поверь мне, что так будет лучше. Ну, хорошо. Ну, а почему так срочно? Почему ты вчера не приехал? Почему маме стиральную машинку не купил? Я сейчас все объясню. Я пошел в банк, чтобы положить деньги. Тут мне срочно звонят с работы. Авария, гибнут люди. А у меня такая сумма на руках. А, прости, пап, я же не знала. Я побежал в банк, положил деньги на депозит. Потом рванул на работу. И когда уже все утряслось, понял, что ничего на машинку не оставил. Все деньги пошли на вклад. Да это ладно. Ну, а люди-то? Ты людей-то спас? А, всех да иди на вы. Ты не волнуйся. Только вот наша мама осталась без подарка. Тонечка, мне так неудобно. Прости меня, пожалуйста. Да ничего страшного. Да мы сейчас пойдем и сделаем ставки еще раз. И завтра поедешь, купишь стиральную машинку и привезешь, подаришь маме. Давай. Договорились? Договорились. Ну, все, пойдем. В общем, все основные работы уже закончены. Осталось только все обставить и купить аппаратуру. И можно записывать альбом. А, круто. Я даже не думал, что вы так быстро управитесь. Да на самом деле, со строителями повезло. Они реально крутые. Представляешь, они все сделали очень круто. Причем сэкономили еще. Слушай, а ты решил, какие песни будут на первом диске? Нет, как я мог это сделать без вас? Мы соберемся вместе и подумаем, правильно? Игорь, если ты закончил, я бы хотел и ребятам сказать, пару слов, пожалуйста. Глеб, ты уже сказал, ребята? Я как раз собирался сообщить. Ну, давай, не волнуйся, я скажу тогда. Ребята, вы можете нас поздравить. Теперь Глеб мой законный жених. Поздравляем, поздравляем. Поздравляем. Кстати, все приглашены на свадьбу. Ну, само собой, вы будете играть. Только единственное, что я вас прошу, найдите, пожалуйста, нового басиста на день свадьбы. Глеб играть не сможет. Понятно? Ох уж эти женщины, да? Хлебом не кормить, дай только мужиков запарить чем-нибудь. Ну, ладно, не все ж такие, он Гуцелу повезло. У него-то Лерка его вообще не парит. Да, Игорех? Ребята, хорош трепаться. Давайте начинать уже. Скоро дискотека. А вот я пришла. Ты наверняка скучал по мне, дорогой, да? Жанночка, огромное тебе спасибо, ты настоящий друг. Галя, у меня же голова трещит от твоих, спасибо. Давай, иди. Что значит, иди? Ты что, со мной не пойдешь? Ты же со мной сказала, что ты типа старостая, и мы ей идем типа от всего класса. Галя, ты версия для Борзовой. Или ты думаешь, она тебя будет в палате караулить? Давай, иди уже. Что я ему тогда скажу? Откуда я знаю? Галя, об этом нужно было раньше думать. Нет вы, Марков, вообще по барабану. Нет, я не пойду одна, я боюсь. Об этом нужно было думать раньше, а теперь давай иди, я тебя покраулю. А что, ты боишься, что за нами Борзова следила? Галя, иди уже отсюда. А, бананы. Давай. И давай, выкладывай свои наполеоновские планы. Так, я попрошу, планы черепановские. Как скажете, сэр. Короче, я предлагаю начать с какого-нибудь небольшого банка. Чем меньше банк, тем проще защита. Почему сразу банка? Ну как, банк это деньги. Даже у самого простого банка есть грамотные программисты, которые поумнее нас с тобой будут. Фигня, прорвемся. Я читал в одном английском банке, одни чуваки-то глуханулись. Да все равно, банк это слишком круто. Даже если мы сможем к ним залезть, в чем я сильно сомневаюсь, нам все равно нужен будет счет, на который мы переведем деньги. А это уже след. Ты сечешь. Ну давай, предлагай. Ну, не знаю. Можно в сети порыться. Я немного раньше пришла, просто очень хотела тебя увидеть. Ребят, познакомьтесь, это Полина. Очень приятно. Взаимно. А я, на самом деле, давно мечтала познакомиться с ребятами из группы Игоря. Просто он такой талантливый. Вы, наверное, тоже хорошо играете, да? Спасибо. Да не за что. Я с удовольствием вас сегодня послушаю. Игорек, а вы будете петь весну сегодня? Я не знаю. Посмотрим. Ну, пожалуйста, для меня. А, кстати, вы знаете, да, что весну Игорь мне посвятил? Полина, слушай, ты извини, пожалуйста. Нам готовиться надо, еще инструменты настраивать. Все, все-все, я тебе не мешаю. Я пойду прогуляюсь. А пока работайте. Все. Удачи, мальчики. Муцул, это что такое было? Как же Лера? Миш, давай не лезь, а не твое дело. Понятно. Ничего тебе не понятно. Это мои дела, и с Лерой это тоже мои дела. Ребята, я прошу вас, пожалуйста, по-хорошему, по-человечески. Давайте при Полине эти темы не обсуждать. Все, давайте начинать. Вот, значит, пришла вас навестить. Ну, то есть, меня от всего класса послали. Вот вам витаминчики, чтобы выздоравливали скорее. Спасибо большое. Очень приятно. А что у вас болит? У меня сейчас уже ничего. Ну, такая легкая простуда. То есть, ничего серьезного? Да, ничего серьезного, не волнуйся. Я очень рада. Ну, то есть, мы все ребята передавали вам привет и скорейшего выздоровления. Спасибо большое. Ребятам тоже большой привет и низкий паку не передай. Да. Я очень волновалась. Ну, то есть, мы все волновались и переживали. Да, все очень хорошие ребята. Я так рад, что я был классным руководителем именно в вашем классе. А я-то как рада. То есть, подождите, были? Вы же скоро вернетесь, правильно? От простуды быстро лечат. Простуда здесь ни при чем. Я просто не смогу больше работать в этой школе. Ну, а кто же будет вести химию? Мы же и так очень сильно отстаем. Придет новый педагог, очень хороший, которого вы тоже полюбите. Никогда. Ну, то есть, это же еще неизвестно. Скажите, вам врачи запретили? Или это в нас дело? Мы будем учиться на одни пятерки. Я вам обещаю. Да вы тут ни при чем. Это моя личная проблема. Жанна? А-а-а! Ой, Вярослав Николаевич, здрасте. Здрасте. Я так рада вас видеть! Здорово. А что вы здесь делаете? Я как раз думала о вас, представляете? У меня вопрос по мастеру Маргарите. Вы мне не поможете? Сейчас? Да. Ну, может быть, подождем до завтра? Нет. Жанна, я думаю, нам будет в школе с вами удобнее поговорить. Что вы здесь делаете? Вярослав Николаевич, у меня проблемы. На почве учебы. Да? И что произошло? Просто, понимаете, я когда не могу разобраться с темой, то не могу спать. Представляете? И вот мастер и Маргарита меня очень беспокоят. Феноменально, Жанна. Я даже не знал, что такое, как сердце литературу воспринимает. Да что вы! Когда мы войну и мир проходили, я вообще месяц не могла уснуть. Там же целых три тома. Четыре? Да. Просто вот врачи испугались и отправили меня на обследование. Жанна, ну согласитесь, все это очень странно выглядит, правда? В глазах темнеет. Хорошо. Какие у вас есть вопросы по роману? Я потерял ее любовь, я потерял надежду. Я все потерял. Вы понимаете? Если бы я только могла вам помочь. Спасибо большое. Вы очень хорошая девушка. Очень добрая. Скажите, а может быть у вас это со временем пройдет? Да все пройдет. Все со временем проходит. Просто приходить в школу и видеть каждый день. Риту — это выше моих сил. Вы меня извините, конечно, но мне кажется, я не понимаю, как можно к вам так относиться. Вы еще слишком молодо, но многого не понимаете. Простите. Нет, это вы меня простите. То, что я втянул вас в свои личные проблемы. Не стоило мне этого делать. Просто я здесь, в больнице, мне так одиноко. Кажется, что жизнь проходит мимо. Ну, вы совсем расстроились. Вы идите домой. Спасибо вам, что вы пришли. Спасибо за фрукты. Ребятам привет. Ладно. Идите. Идите. Смотри, сколько ссылок. Вон, взломать почту, взломать, отредактировать сайт. Какой-то странный сайт. Посмотри на счетчик. Мало посетителей, ну и что? Может, сайт обновили или вообще новый? И фирма какая-то левая. Кому она дорогу перешла? Ну, наверное, вот этому перцу, который за пять тысяч баксов предлагает сайт взломать. Ерунда какая-то. Не стоит этот сайт, этих денег. Ну, а что такого? Может, парню дорогу перешли, там, я не знаю, уволили. Он решил отомстить. Да все равно. Это же не банк. А тут даже напрягаться не надо. А я не хочу напрягаться. Я хочу денег заработать. Тем более, ты сам говорил, банк, не банк, меньше ответственности. Ну, что, берем заявку? Да ты кидалово. По-моему, чем больше будем тупить, тем быстрее у нас клиенты уведут. Я свой комп светить не хочу. Айпишник засекут все, хана. Ну, тут не проблема. Давай зайдем с другой машины. Роман «Мастер Маргарита» нельзя отнести к какому-то одному жанру. Там есть и черты комедии, и драмы, и даже мистерии. Знаете, Жанна, вы меня приятно удивляете, потому что я даже не знал, что мои ученики так глубоко пытаются замысел автора проникнуть. Дай. А я такая. А-а-а, понятно. Здравствуйте, Галя. Вас, наверное, тоже интересует замысел Николай Фанасьевич Булгакова. Какой замысел? Мы просто бананы пронесли. Какие бананы? Юлия Слава Николаевича, я прошу вас не слушать ее. Тоже уже трое суток не спит. Вот видите, даже заговариваться уже начала. Какие бананы? Я заговариваюсь? Да. Ты таблетку выпила? Какую таблетку? Она не выпила таблетку. Ну, конечно, теперь все понятно. Ой, я же тоже забыла выпить таблетку. Галя, нам надо срочно принять успокоительное. Юлия Слава Николаевича, спасибо вам большое, что помогли. Я надеюсь, что хотя бы сегодня ночью я усну. Спасибо вам большое. До свидания. До встречи в школе. Да-да-да. Ну, все, я пропала. Теперь он все скажет Борзову и меня отчислят. Да не волнуйся, я ему заговорила зубы, он вроде бы поверил. Жан, ты меня прости, пожалуйста, что я так долго. Просто Марков, он такой одинокий, такой несчастный и такой прекрасный. Галя, ты же мне сказала, что все, ты сходишь к нему и все, забудешь про это. Жан, ну я не могу, ты понимаешь, я его увидела и поняла, что я его, наверное, люблю, понимаешь? Жан, ну я не могу. Да-да-да денег нет, нету совсем, да-да-да денег нет, нет денег совсем, да-да-да денег нет. Спасибо, подруга, не подвела. Пуцов про Лерку даже не вспоминает. Ой, как я тебя понимаю, Полин, за этими мужиками глаз да глаз. А твой Глеб ничего такой, симпатичный паренек. Знаешь, сколько мне сил потребовалось вложить, чтобы вот так вот однажды сказать «мой Глеб». Ну а как, за счастье бороться надо? Ой, не говори. Только кому-то моё счастье до сих пор наберёк глотки. Маргарита, ну, сиволочка. Я ей вот волосы выдрала. Если она Глебу подойдёт, я ещё и глаза выцерпаю. Нету совсем, да-да-да-да денег нет, нет денег совсем, да-да-да денег нет. Вчера совершенно забыла вас поздравить. С чем? Ну, как же, вы подали заявление в ЗАГС, у вас скоро свадьба. Примите мои искренние поздравления. Вы поздравляете меня? Да, я поняла, что Глеб любит вас, а я не привыкла претендовать на чужое. Так что желаю счастья. И поверьте, я вас больше не буду спокоя. Ну, спасибо. Ну, спасибо, пока не шутите. Ой, я не знал, что моя болезнь в школе вызовет такой ажиотаж. Вы уже второй посетитель здесь сегодня. Евгений Валентинович, можно с вами откровенно поговорить? Да, конечно, Мирослав Николаевич. Что случилось? Нет, ничего не случилось пока. Вам может показаться, что это не мое дело, но все-таки мы с вами в одной школе привыдаем и... Амирослав Николаевич, ну, пожалуйста, не тяните. В чем дело, а? Вы должны оставить ее в покое. А вот это действительно мое личное дело. Ну, а раз разговор зашел на эту тему, то это не так-то просто будет сделать. Я понимаю, но у вас просто нет другого выхода. Я же не робота, чтобы просто так взять и разводить. Вы должны подумать о том, что в ваших отношениях нет будущего. Ну, а почему вы так в этом уверены? Вы знаете о чем-то, о чем не знаю я? Евгений Валентинович, я вам уже рассказывал о нашем бывшем преподавателе вискультуры Викторе Степнове. Ну, а при чем здесь этот физрук? Как при чем? У него тоже раньше был роман с ученицей. Не вижу параллели. Евгений Валентинович, давайте прекратим в прятки играть. Я видел, что от вас только что выходила Галя Назарова. Галя пришла, принесла банана, передала привет от всего класса. Очень мило. Подождите, вы что, до сих пор не знаете о письме? О каком письме, я понятия не имею. Мирослав Николаевич. День за днем оттокля, ты разбудишь меня, гонишь-пудришь маски, зажимаешь тески, знаешь, только я не оттокки. О, добрый вечер, Маргарита Дмитриевна. Добрый вечер. Вот зашла проверить, как наши ребята отдыхают. Как видите, все замечательно. Очень хорошо. Трудно поверить, что все это происходит на голом энтузиазме. Ну, а что, ребята зарабатывают вполне приличные деньги. Да? И сколько же они получают за одно выступление? Комическая тайна. А я нажмаю на газ, ты получаешь экстаз. Деньги есть у меня, их коплю для тебя. Я храню их в носках, но все равно я в тисках, знаешь. Деньги прячу в носках, я по жизни в тисках, я по жизни в тисках, знаешь. С ума сойти. Никогда таких случаев не возникало. Вы что, даже не догадывались? Совсем? Абсолютно. Никакого намека даже не было. Ну, а то, что она кого-то в больницу пришла? Ну, Ярослав Николаевич, вы тоже ко мне в больницу пришли? Я это намеком не считаю. Ну, да, конечно. Еще бы вы это намеком считали. То есть, о письме вы не знали. Кто меня только за язык тянул. Знаете, вы правильно сделали, что вы мне все рассказали. Вы просто понимаете, Евгений Валентинович, в очень опасной ситуации. Девушки в таком возрасте, они любовь очень серьезно воспринимают. Но в каком возрасте воспринимают любовь несерьезно? Неважно. Я просто хотел сказать, что на вас лежит огромная ответственность. Я понимаю. Я понимаю. И сделаю все возможное, чтобы Галя не пострадала. Но и вы мне должны кое-что пообещать. Да все, что угодно. Если я смогу помочь. Я вас очень прошу, поговорите с Людмилой Федоровной, чтобы она оставила Галю в покое. Не воспитывала ее, не ругала. Я вернусь в школу, я сам в этой ситуации разберусь. На месте стой. Раз, два. Черепанов, проходи. Громов, кругом, шагом марш. А мы на репетицию. Не положено. Ну, пожалуйста, очень надо. Днем надо заниматься. Днем актовый, зал был занят. А от Ромки нас родители выгнали. Шумим сильно. У Громова родители музыканты. У них профессия такая, шуметь. Если они вообще не на гастролях. Черепанов, ты что меня за дурака держишь, что ли? Я вас уважаю, как не знаю кого. Петр Степанович, у Ромки родители вчера вернулись. Спать хотят нечеловечески. От музыки их уже тошнит. Я их понимаю. Ну, да. Мне говорят, что мечтали о тишине и покое. А дома, вместо отдыха, гастроли по второму кругу. Когда же мои гастроли закончатся? Даже вечером от вас спасу нету. Так. До двадцати двух ноль ноль. Идите. Кушас. Спасибо. Ну, что? Думаешь, с чего начать? В смысле? Ты о чем? Ну, как? Ты не собираешься к лерке подкатывать в физе с изменившимися обстоятельствами? Слушай, Сань, ты не лезь мне в свое дело, ладно? Ну, ладно. А что ты так грубишь-то? Я просто спросил. Да потому что это тебе не шутки. Ты не знаешь, как сейчас Лере плохо, а я знаю. Ну, со Светой то же самое было. Она к своему бывшему ушла. Ну, я что-то даже не подумал об этом. Ну, а мозги тебе зачем? Не думать? Мне сейчас не подкатывать надо, а ей помочь нужно, поддержать по-человечески. Понимаешь? Ты подкатывай, подкатывай. Все, ладно. Я пошел. Давай, счастливо. Игорь, вы закончили? Мы можем начать работать? Да, пожалуйста. Через пять минут. Хорошо? Подождите. Глеб, я так устала. Пойдем домой. А нас с тобой ждет романтический ужин. Да, девчонки, все окей. Только вам придется подождать немножко. Нам с Глебом остаться нужно и по поводу строительства кое-что выяснят. Ну, ты что, один не справишься? Отпусти Глеба. Надюша, здесь важно учесть все акустические эффекты. Моя помощь действительно необходима. И что, я опять буду одна торчать весь вечер дома? Надь, можно тебя на минутку? Ты что? Ты что к ним привязалась? Ты что хочешь, жениха потерять? Нет, на густо все время Глеба тащат за всякой ерунды. Никогда не говори мужчине, что он занимается ерундой. Ну, нравится им, ну, пусть они ковыряются. Главное, что без девочек. А тебя я приглашаю к нам в гости. Посидим с тобой, кофейку попьем, поболтаем. Согласна? Ну, ладно, пойдем. Пойдем. Слушай, я и забыл, что ты у нас такой классный взломщик. Да скрепка эта фигня. Ты что, я один раз замок голыми руками открыл. Нужно просто знать волшебное слово. Опять твои сказки. Вообще, зачем ты меня сюда притащил? У компьютера тоже есть адрес, его сразу вычислят. Да и пусть вычисляют. Это же школа, а не квартира. В квартире тайги, а в школе дофига народу. Нас никогда не поймали. Не знаю, все равно как-то все стремно, это. Рома, представь себе Австралию. Кенгуру, эвкалипт, кукабары. Чего? Птица такая, ладно, не важно. Главное, твоя австралийская девушка бежит тебе навстречу в облегающий. Ладно, хорошо базарить, у нас так времени мало. Отлично, ну, наконец-то. Дина Игоревна, вы еще здесь, ночь на дворе. Да, что-то я заработалась совсем. У вас какие-то проблемы? А, нет, нет, все в порядке. Просто решила к уроку подготовиться. Я же недавно в школе, все время боюсь делать что-то не так. Понимаю. Я раньше думала, что со временем на подготовку будет уходить меньше времени. Ничего подобного. До сих пор готовлюсь, как в первый раз. Называется повышенная ответственность. У меня то же самое. Ну, надеюсь, для вас это не станет проблемой. А то мой характер превратил всю мою жизнь в одну сплошную работу. Да? А как же семья? Муж и ребенок? Ну, скажем так, дома меня никто не ждет. Да. Если честно, у меня дома тоже пусто. А где Миша? Понятия не имею. Странно, мы договорились встретиться. Ну, ладно, я подожду здесь. Слушай, Жан, это, конечно, не мое дело, но, короче, к Гуцулу приехала его бывшая девушка. Вот. И с Лерой они разбежались. Как разбежались? Ну, как? Как все. В разные стороны. А мне-то зачем об этом говоришь? Это вообще не мое дело. Ну, знаешь, мне как бы тоже пофигу, но помнится мне одно время Миша. Очень нравилась Лера. Нравилась. Сень, твое время уже закончилось. Отдохни, я пока попою. Как скажешь. У нас квадратная комната. Значит, будут стоячие волны. Еще надо проверить комнату на предмет эха. Знаю, о чем вы говорите. Наши панели устраняют обе проблемы. Ну, тогда на данный момент у меня вопросов нет. Игорь, я бы хотела с вами обсудить наши планы на завтра. Валентина Николаевна, я минут через десять освобожусь, и мы поговорим. Хорошо? Пойдем. Замечательно. До свидания. До свидания. Спасибо тебе, Глеб. Я не знаю, что я без тебя делал. Да не стоит благодарности. Мы все заинтересованы в студии. Ну, до завтра. Послушай, Глеб, подожди. Знаешь, вся эта ситуация с Полиной, я, конечно, выгляжу полным придурком. Да ты не обязан передо мной отчитываться. Ты взрослый человек. Тебе виднее, что правильно, что нет. Спасибо. Хоть ты меня не осуждаешь. Да нет, просто мне некогда думать еще и о тебе. У меня у самого свадьба через месяц. Ну, ладно, Глеб, Лерку увидишь, привет передавай. Но вот это я не обещаю. Я не видел уже два дня. Такое впечатление, что она уехала. Ей никого не предупредила, хотя вещи на месте. Так что ж ты молчал? Я думал, что она у тебя. Надь, ну смотри, какой корсаж. Между прочим, это сейчас очень модно. А у тебя хвата будет? Да, до самого пола. С это мороза. Ты знаешь, я даже забыла, как это классно просто сидеть и болтать. Как ты смотришь на то, если я предложу тебе дружить? Ну, скажешь, что раньше я, конечно, очень удивилась. Ну, я знаю, раньше мы, конечно, с тобой не ладили, но я очень изменилась и очень многое потеряла. Да ладно, куцула ты уже вернула так, что и все остальное не с горами. Но твое предложение к дружбе я принимаю. Спасибо. На самом деле, я тебе даже завидую. Свадьба — это так здорово. Выходишь замуж. Я бы тоже очень хотела свадьбу. Кстати, это хорошая идея. Ну, здорово, что ты не замужем. Надя, это не смешно. Да я и не смеюсь. Ну, просто замуж на них нельзя брать в подружки. Хочешь стать моей подружкой на свадьбе? Я? Ну, да. Конечно, я буду очень счастлива. Не понимаю, у вас же есть дочь Кира. Она учится в нашей школе. И, насколько я помню, у Киры есть папа. Ну, это, в общем, долгая история. Может быть, чаю попьем? Ой. Я с удовольствием. Ну, только давайте завтра, а то у меня срочное дело. А, ну, да. Вы, извините, что я вас побеспокоила. Да нет, нет, вы не обижайтесь. Просто мне нужно составить один очень важный документ, а у меня все из головы вылетело. Завтра с вами обязательно посидим, пообщаемся. Я даже печенье принесу. Ну, что вы, я не обижаюсь. С удовольствием пообщаюсь в любое время. Ну, счастливо. До свидания. О, Жанночка, ты здесь, отлично. Так, а че ты платишь-то? Че случилось? Я думала, ты не придешь. Ну, я пришел. Слушай, у меня к тебе есть одно дело. Я знаю. Ты снова будешь ухаживать за Лерой. Слушай, да с чего ты взяла? А при чем здесь Лера-то? Ну, ты же сейчас у нее был? Да с чего ты взяла? Я просто хотел немножечко подкорректировать мелодию и заигрался. Какую мелодию? Мелодию для твоей песни. Ты что, забыла? Я обещал написать тебе песню. Ты написал мне песню? Ну, слушай. Все слова давно исчезли. Слезы канули во тьму. Все попытки бесполезны. Промолчи, я все пойму. Ты идешь своей дорогой. И не ждет тебя никто. Я иду своей дорогой. Ну, я знаю точно, что мы рядом. Мы рядом. Мы рядом. Мы рядом. Ну, как? Алло, да. Девушка, девушка. Что? Длинные светлые волосы. Глаза карие. Хорошо, я жду. Значит так, подведем итоги. В милиции ничего не знают. Больниц в Москве много. Значит. Ну, дома, в школе ее тоже нет. Значит, остался третий вариант. Ее отец. Звони Наде, пусть она даст его телефон. Я уже звонил. Она недоступна. Прячется от меня, сволочь. Убью. Ой, ну ладно, подожди. Может быть, ее телефон не работает. Не волнуйся. Самое главное, сейчас достать телефон ее отца. Слушай, а может быть... Алло. Что? Ничего они говорят. Приметы совпадают. Они говорят, приезжайте. Только что привезли тело. Подожди, ну, а что, они уверены, что это Лера? Они видели ее документы? Продолжение следует.